Вы знаете, что еще значит пребывать на лозе? Это вот если взять наш телефон, это очень практически показывает, что значит пребывать в телефоне. Мы все всегда пребываем в телефоне. Мы постоянно его трогаем, проверяем, заглядываем. Мы никогда его не забудем, мы развернемся, мы обязательно его возьмем с собой. Мы вечером ему скажем спокойной ночи, утром проснемся, первому кому мы скажем доброе утро. Конечно же, телефону мы поклонимся. Вот это что значит пребывать в телефоне. И здесь, друзья, соцсети, social media. Today it's a big, huge example how people dwell or abide in social media. Сегодня люди могут легко, пройдет день, Библию не прочитают, пройдет день, с Богом время не проведут. Инстаграм, Фейсбук никогда не пропустят. Проблема или, так скажем, грех не в инстаграме, не в ютюбе. Проблема в приоритетах неправильных, что они пребывают в social media всегда, не проходит ни одного дня. Но смотрите, как жалко, как жалко, проходит день, второй, третий, но в Библии не пребывают, не находят время для этого. Вот что значит пребывать на практике. И если вы думаете, что отношения личные с Богом для меня невозможны, это обман дьявола. Я знаю из нашей церкви молодых мам, которые кормят малых детей, качают эту коляску, они едут за продуктами, но не слушают проповеди, они читают Библию, они все равно находят для этого время. Я знаю бизнесменов из нашей церкви, которые по утрам выключают телефон, закрываются в своем офисе и пребывают в этом общении с Богом, пребывают на лозе. Поэтому, друзья, это и сегодня для вас возможно. Вот что значит пребывать на лозе. Продолжение следует...